Hi guys! Все мы привыкли, что цены на продукты в наших странах безбожно растут, будь то Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Так вот, я решила сегодня проверить, а как дела с этим обстоят в Америке. В прошлом году я делала ролик, где покупала набор продуктов, у меня сохранилась сумма и чек. И сегодня я иду в этот же магазин, куплю тот же набор продуктов, и мы с вами узнаем, насколько в Америке растут цены на продукты за год. Погнали! Я в масочке, потому что я до сих пор иду в масках везде. Короче, в прошлый раз я начинала с покупки овощей и фруктов, сейчас сделаю ровно точно так же. Лук 70 центов за 453 грамма. Возьмем с вами 2 луковицы, ровно как в прошлый раз, они очень такие большие. Я когда готовлю их пополам режу и просто храню, иначе огромные. Давайте вот эту возьмем. В нашу продуктовую корзину обязательно будет входить лук. Он здесь стоит, смотрите, 68 центов за LB, то есть за онцию, 68 центов за 453 грамма. А вот здесь арбузный рай. Ну, откуда эти арбузы? Давайте посмотрим. Мексика, вот эти арбузы из Гватемалы, и продаются они по 6,68 за штучку. Просто бери любой, покупай. Есть, конечно, здесь и ананасы, и другие прелести, но, ребят, очевидно, если ты бедный и твоя задача прожить на минимум, то без излишеств. Берем только самое необходимое. Аля по списку чеснок. Ну, не скажу, что он прям хорошего вида, но я вот такая самая приличная головка, я бы и взяла. Чеснок стоит 3,98. И это, кстати, ровно та же сумма, которую я давала в прошлом году. Совершенно обычный чеснок, и он получается за 3,98 за 453 грамма. В США есть такое понятие, как минимальная зарплата, и высчитывается она обычно по часам. Так вот, в среднем по стране минимальная зарплата в прошлом году составляла 7,25 долларов. Чтобы узнать цифру, в этом году открываем сайт Министерства труда и статистики США, и видим, что в этом году, в 2021, цифра ровно такая же. 7,25 долларов в час минимальная зарплата в США. Но тут, справедливости ради, стоит заметить, что минимальная оплата труда в каждом штате еще может быть изменена. Например, в Калифорнии в прошлом году она была 12-13 долларов в час, а в этом году выросла до 13-14 долларов. То есть каждый штат может эту планку устанавливать сам. Вот тут меня знаете, что больше всего интересует? Если цифра в 7,25 в прошлом году и в этом году одинаковая, а цены на продукты, например, выросли, то получается, что население немножко обеднело в этом году. Вот давайте эту гипотезу сегодня и проверим. Картошка 68 центов за 453 грамма. Картошки одинаковая цена, как и в прошлом году. Так, конечно же, какая продуктовая корзина может обойтись без картошки? Варианты есть разные. Это батат, сладкая картошка, красный картофель. И есть совершенно обычный вот такой вот картофель. Стоит он 68 центов за 453 грамма. И, ребят, пока смотрите это видео, пишите в комментах, насколько у вас продукты за год подешевели или подорожали. Ну, на примере картошки или того же молока. Я тут решила поискать, какой же сейчас прожиточный минимум в России. Итак, в прошлом году, когда я делала видео, он составлял 10 600 рублей. В этом году он вырос. В 2021 прожиточный минимум составляет 11 653 рубля. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, получается 156 долларов 70 центов. А сейчас чуть дальше, в этом же видео я приведу статистику по уровню заработка, при котором ты будешь в Америке считаться бедным. То есть так называемый poverty level. 59 центов. В прошлый раз я брала 5 штучек. Они, конечно, зелененькие такие, не супер приглядные. Ну, а сейчас везде, мне кажется, такие продают. Надо дома их дозреть оставить. Вот беру. Идем с вами дальше. Я предлагаю взять бананы, потому что они тоже должны входить в продуктовую корзину. Смотрите, здесь 49 центов за 450 граммов. Бананчики, да, вот такие вот с зеленцой. Здесь, посмотрите, просто какой-то гений придумал, он в Америке сделан, и запатентовано написано. Специальный такой гаджет, чтобы бананы дозревали. Написано, что черных пятышек не будет. Они тут пишут, что бананы быстрее портятся, если соприкасаются с какой-то поверхностью. То есть, если вы будете имитировать, что они на ветке висят и дозревают, они таким образом, ну, больше будут сохраняться и меньше испортятся. О, как интересно. Все нереальный эксперимент, потому что я никогда не брала, вот так вот не заморачивалась, и не сравнивала цены за год. И мне самой безумно интересно, насколько изменится чек. Поэтому обязательно смотрите этот видеоэксперимент до конца. Вот такие вот помидоры, 98 центов за 453 грамма. Это называется дешевый сердито. Они, конечно, не как вкуснейшие, каким-то абхазские, но тоже сойдут, когда у тебя немного денег. Поэтому три помидорки, как в прошлый раз, сейчас только выберу, хорошего качества. Давайте-ка. Вот так. Так, огурцы 48 центов за одну штучку. Я беру два огурца. Маленький спойлер. В прошлый раз я попала огурцы по 50 центов. То есть, за две штуки дала доллар, а в этот раз 96 центов за две штуки. Ну что, идем дальше. Отвлечемся на маленький тест. Как по-английски будет перец? А кто помнит, как на английском будет яблоко? А теперь усложним задачу. Как будет баклажан? Уверена, что все эти слова вы когда-то знали, но, возможно, забыли со времен школы или универа. А давайте вспоминать английский вместе с нами и заодно выигрывать айфон. Мы с Мэтом, носителем языка и преподавателем с 15-летним стажем, запускаем новый поток нашего курса по английскому для начинающих из Beginner в Pre-Intermediate с Мэтом и Нелли. Вас ждут 22 урока с субтитрами, поэтому вы совершенно точно поймете каждое наше слово. А посмотреть их можно будет в любое удобное для вас время, как на телефоне, так и на компьютере, потому что все уроки будут в записи. А также на курсе будут разговорные клубы, будем практиковать с вами разговорную речь, и мы начнем с самых азов. И за месяц приведем вас к реальным знаниям. Поэтому, если вы не знаете, с чего начать обучение, путайтесь во временах, артиклях и попросту боитесь разговаривать на английском языке, то вам точно по адресу. Независимо, собираетесь вы переезжать в Америку или нет. Жмите на ссылочку в описании к этому видео, заполняйте заявку и регистрируйтесь на курс. Количество мест ограничено, поэтому поторопитесь, пожалуйста. Ну и мы с вами погнали дальше. Хлеб. В прошлом году я брала вот такой вот хлеб для сэндвичей классический американский. Стоит он 84 цента сейчас. Вот, я, кстати, состав хотите вам покажу, многие меня спрашивали. Здесь белая мука, ну куча всего, конечно, внутри, помимо сахара, дрожжей, соли. Но такой хлеб пользуется спросом среди не очень богатых людей, а то, что нам и нужно. Не-не-не, вы же понимаете, да, что хлеб и по 5 долларов есть, и по 6. Есть из собственных пекарень даже по 12. И этот будет качественнее, конечно, чем тот. Нет, просто тот белый хлеб, конечно, доступнее, чем буханка вот такого хлеба органик за 5 баксов. Итак, для того, чтобы ты считался бедным в Америке, какой уровень зарплаты у тебя должен быть? Американцы обычно считают в год, но я буду делить на месяцы, чтобы вам было удобнее. Итак, в прошлом году эта цифра составляла 12 760 долларов, что получается примерно 1063 доллара в месяц. А в 2021 году он вырос аж на целых 120 долларов. Это примерно 1073 доллара в месяц заработок. Если же у вас семья из 4 человек, то вы будете считаться бедными в Америке, если зарабатываете в год 26 500 долларов. Предвосвещая комментарии, а как же налоги, их же еще надо вычитать. Ребят, когда вы зарабатываете вот такие вот суммы, уже никакие налоги вычитаться не будут. Более того, государство само будет вам еще доплачивать. А как именно, дальше расскажу. Яблоки доллар 8 центов за 453 грамма. Две очень хорошие стучки. Все как в прошлый раз. Готово. Так, я вижу яблоки 98 центов у нас получается за 453 грамма. И в мою продуктовую корзину в прошлом году входило авокадо 50 центов за штуку. Вот такой же авокадо беру сейчас. Я же как-то показывала, рассказывала, что американцы очень любят консервы. Консервируют буквально все. Можно даже картошку найти почищенную, отваренную в виде консервов. А вот здесь даже продается, смотрите, консервированный нарезанный чеснок. Разумеется, консервированная кукуруза по 50 центов. И есть большая банка такой кукурузы 96. Но я в прошлый раз брала горошек. Вот ровно такой, sweet piece называется. 50 центов за баночку. Но, конечно, куда без макарон. В прошлый раз единственное брало ротини. Сейчас вижу, что кэлбос, бутис. Короче, давайте возьмем элбос. Я думаю, что это максимально будет похожий продукт. Стоит 78 центов. Давайте возьмем пачку вот этих вот ротини. За, получается, у нас 78 центов. Отправим тоже в нашу корзину. В прошлом году из-за пандемии очень сильно вырос уровень безработицы. И, конечно, местные находились в состоянии шока. Именно поэтому прекратили выдавать рабочие визы. И до сих пор вопрос с рабочими визами, он остается открытым. Потому что, по сути, логика какая. Своим здесь рабочих мест не хватает. А еще плюс иностранцев звать. Так что вот за этой ситуацией пока все следят, но никаких подвижек нет. Молоко. Смотрите, полгаллона набрала в прошлый раз. Сейчас 1,82, а тот раз стоило 1,85. То есть молоко за год подешевело. Это, конечно, удивительное явление, когда ты видишь, что продукты на полках за год дешевеют, а не дорожают. Ну что, гоним дальше, продолжаем наш эксперимент. Как-то рассказывала, что яйца здесь продаются по 18 штучек, либо по 12. Нет такого понятия, как десяток яиц в Америке. Вот смотрите, 12, видите, 1,79. И, конечно же, нет никакого представления о девятке яиц. Это, конечно, ржака. Вот, видите, а здесь надо поменять. Давайте возьмем яйца, которые будут нормальными. Ну-ка, пошло. Вот эти подходят. Берем. Вот закончу мысль, девяток яиц, это, конечно, зашквар. И, как здесь говорят, это просто shame on you таким магазинам и производителям, которые пытаются не удешевлять товар, а делать меньшее количество. Если американец потерял работу, что ему полагается? Ну, конечно, в первую очередь он может претендовать на пособие по безработице. Здесь цифры будут очень варьироваться от штата, от стажа, который у него до этого был. Примерно 200-400 долларов в неделю. Ну, то есть, понимаете, да, какая сумма за месяц может набежать. А в период пандемии в той же Калифорнии дополнительно доплачивали еженедельно еще 400 долларов. То есть здесь могла набежать такая, не то чтобы зарплата, но само пособие могло быть в районе 3000 долларов. Некоторые даже говорили, что, ну вот, на рабочем месте на своем столько же зарабатывали, сколько пособие по безработице платят. Хотя денег немного рыб, кто обходит стороной, хотя вот, смотрите, 5,76 за телапио. И что у нас здесь? Это лосось прям такой, отборненький. 7,64 за 453 грамма. Мы держим курс на курицу, потому что курица самый продукт в корзинке, если у тебя не очень много денег. И вот, как раз мы с вами к ней пришли. А нас с вами интересуют вот такие вот куриные бедра. Получается, сколько здесь? Доллар 96 за 453 грамма. Итого вот эта пачка 2,90. Останавливаюсь немножко подержать, пока никто не видит. Ставь лайк этому видео, если хочешь, чтобы корона побыстрее закончилась. В нашу корзину где-то будет входить сыр, доллар 68 за вот такую вот пачку чеддера. Сколько у нас здесь? 226 граммов. Сыр чеддер, доллар 68 за пачку. Вот такой вот здесь 226 граммов. Если американец признается бедным, я думаю, вы все об этом слышали. Напомню, для тех, кто не в курсе, то здесь есть чеки на питание. То есть они называются Snap, а в Калифорнии называется Calfresh. Так вот, Calfresh вот сейчас 204 доллара в месяц. Ну, как бы не очень густо, но если ты один и, например, затариваешься там долларов на 40, на 50 на неделю, то этих денег вполне может хватить. Также не стоит забывать, что существуют фудбанки, куда ты просто приезжаешь. Сейчас в период пандемии просто приезжаешь на машине, открываешь багажник. Они даже не спрашивают ни имя, фамилии, ничего не нужно. Просто тебе коробку с едой грузят, люди закрывают багажник и уезжают. Добралась до полки с сосисками. В прошлый раз они входили в продуктовую корзину. Ну, давайте смотрим. Я покупала вот такие вот сосиски, 8 штук в пачке. Здесь нет слои, видите, надпись, да, никаких искусственных красителей, ароматизаторов. 8 сосисок и стоят они доллар. Я четко помню, что в тот раз они стоили меньше доллара. То есть сосиски по любас подорожали. А вот здесь я вижу сосиски, которые подходят по цене 77 центов за пачку. Про налоги, ребят, о боже, как же избита эта тема. Те, кто давно подписан на мой канал, знают, постоянно есть эти вопросы в комментариях. Я сейчас прям вкратце расскажу, а то опять пойдут комменты, что вы повторяетесь. Но по сути, ребят, от 15 до 40% средней налоги, чем больше ты зарабатываешь, тем больше налогов ты платишь. То есть прогрессивная ставка здесь идет. У меня были видео на канале, где я рассказывала про средние зарплаты и высчитывала налог. Не поленитесь, посмотрите после этого видоса тот ролик. Здесь важно сказать, что ты будешь платить, если зарабатываешь выше вот этого прожиточного минимума. То есть, если ты зарабатываешь мало, налоги ты платить не будешь. А более того, ты будешь еще получать вычеты от государства и дополнительные доплаты. Ну, например, в Калифорнии, если у вас есть несовершеннолетний один ребенок, то можно получить около 1000 долларов дополнительно непосредственно от местной налоговой от АРС. И всему голова, а я бы сказала рис тоже, всему голова, потому что питательно. И, собственно, пачку можно достаточно большую купить за небольшие деньги. И доллар 28 стоит вот такая вот пачка. Итак, в мою продуктовую корзину я добавлю еще пачку риса за доллар 28. Рис это, в принципе, сытный гарнир. Такой пачки хватит даже больше, чем на неделю. Код назад после закупки мне прилетел комментарий, почему я не купила сахар, мупу, соль. Ну, короче, весь набор. Задача-то была купить основной набор продуктов, а не специи и все подряд. Но сегодня я вам покажу, сколько они здесь стоят, чтобы вы понимали. Значит, соль. Вот такая вот ядированная соль. 48 центов. Сколько здесь? 737 граммов. Вот это подороже, какой-то, видимо, бренд помоднее. 92 центов. А внести перчинки в вашу жизнь обойдется в Америке в 1.98 за вот такую вот баночку. А если купить в 2021 немного масла в Америке, вот такого вот, например, для жарки и готовки, доллар 84 будет стоить вам литр 42. Чуть про муку не забыла, все, как вы просили, стоит 3 доллара 24 цента 4,5 килограмма. Пеки себе пирожки, пекись. Все, ребят, я все купила, вот такой набор у меня получился. Теперь идем сами на кассу и узнаем, сколько же будет стоить такой набор продуктов в 2021 году в США. Те, кто обычно говорит, бедные американцам еще налоги посчитать надо. А вот у меня-то уже чисто ганом зарплата идет. Но, ребят, ваш работодатель, если вы, например, работаете в России, уже заплатил с вашей зарплаты, внимание, 43 процента. 13 процентов, подоходный налог 22 процента, взносы в пенсионный фонд, ФСС 2,9 процента, обязательное медицинское страхование 5.1 и взносы на страхование от несчастных случаев бывают еще где-то от 0.2 процента стартуют. Т.е. 43 процента вам уже ушло. Просто на руки вы получаете зарплату в чистом виде. Т.е. как здесь говорят, не гроз, а нет. Сейчас, как вы понимаете, из-за пандемии нужно соблюдать дистанцию. Вот линеечка. Стою, жду, сейчас кассир пробьет и узнаем с вами сумму. Пока стою, обнаружила целый отдел по дню святого Валентина. Смотрите, продают шарики. Вот к разговору типа в Америке все из Китая. Вот, пожалуйста, обычные шарики. Упаковка 97 центов. Вот написано, сделано в Америке. Это корзинка всяких мягких очаровашек по 20 долларов. Вот это кто? Козлик? Нет, лама. Ну, за 20 баксов можешь прикупить тебе ламу или куалку. Процесс оплаты пошел. Уже набежало 9 долларов 86 центов. Ну что, ребят, я вышла из магазина. У меня получилось 3 вот таких вот пакета. Достаточно плотно она их напихала. В прошлый раз, по-моему, 4 пакета раскладывала. И вот чек. Сейчас с вами пройдемся, расскажу, сколько денег я отдала. Итак, в прошлом году ровно за такой же набор продуктов в этом же магазине я отдала 21 доллар 4 цента. Ну что, у меня получилось вот таких вот 4 пакета продуктов полных еды. Этого хватит, в принципе, на неделю на одного человека. Ну что, заглядываем в чек. Магазин Walmart. И я заплатила, внимание, 21 доллар 4 цента. В этом году я купила ровно такое же количество продуктов. И в этом году мне вышло, ребят, 21 доллар 77 центов. Заметьте, да, никакого налога на продукты нет. Итак, продуктовая корзина в Америке за один год подорожала всего на 73 цента. Никакого удорожания в два раза. И даже на 20 процентов. Выводы делайте сами. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, поставьте колокольчик, чтобы обязательно получать уведомления о выходе нового видоса. А также, кто выиграл номерок из прошлого ролика, вы узнаете прямо здесь и сейчас. Поздравляю победителя. Напишите мне, пожалуйста, обязательно на почту. Ну а сейчас, ребят, бегу-бегу везти продукты, которые в багажнике, чтобы ничего не растаяло. Всем пока-пока, увидимся!